Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана и сегодня мы поговорим о приручении щенка к чистоплотности. Ну что ж, давайте мы уже начнем. Приучить щенка к чистоплотности необходимо как можно быстрее, лучше в течение 2-3 месяцев, приложить определенные усилия, воспитывая щенка и обучая его правильному поведению, чем постоянно убирать в квартире и портить свои нервы. Не надейте, что приучение к чистоплотности займет мало времени. Это процесс несложный, не трудоемкий, но требующий вашей наблюдательности, быстрой реакции, настойчивости, пунктуальности и терпения. Начинайте работать с щенком с момента его появления в доме. В возрасте до 4-5 месяцев, а иногда и позже, щенок не способен долго терпеть, поэтому случаи, когда он будет отправляться в квартире, неизбежны. Не стоит пугаться, это нормальный естественный процесс. Обычно здоровый активный щенок ходит в туалет по малой нужде, почти сразу же после пробуждения, а до сна или окончания активной игры, по большому среднему через 15-20 минут после еды. Как правило, перед малой оправкой щенок не ищет определенного места и делает это, где придется. Для больших дел характерно предварительное беспокойство, поиск удобного места, иногда не сильное поскуливание. Обязательно учитывайте то, что все щенки растут, развиваются, воспитываются и обучаются не одинаково. У некоторых достаточно быстро развивается нервная система и мышцы, поэтому время нахождения в квартире между прогулками они могут не выдержать. Щенка в возрасте 1-2 месяцев вы можете приучать к чистоплотности с помощью газет, специальных гигиенических пеленок, положенных в лоток, установленных строго в одном месте, желательно ближе к входной двери. Такой способ несколько замедлит дальнейшее приучение к оправке на улице. Но для некоторых владельцев на начальном этапе привыкания щенка к новому дому, он самый удобный. Один из вариантов приучения щенка к газете или пеленке – закрыть все комнаты, оставить щенка одно помещение и застелить пол пеленками или газетами. Каждый день сокращайте площадь этого туалета, убирая по одной-две пеленки или газеты. В итоге должна остаться небольшая по размеру площадь, которой будет достаточно для свободной оправки щенка. Если он промахнется, такое иногда случается. Немного увеличите площадь туалета. Вы должны научиться корректировать свои действия с действиями щенка. Как только вы заметили, что он начинает готовиться к оправлению, постарайтесь быстро обратить на его внимание на себя громким восклицанием «Ай» или «Ой». Главное не напугать собаку, а именно отлечь. Щенок обязательно отреагирует, и его позывы отойдут на некоторое время на второй план. У вас появится возможность быстро взять пса, вынести на улицу, либо поставить на пеленку в определенном месте в квартире или в ящик на балконе. Об этом мы говорили до этого. О, поговорим после. Заметите, момент перед оправлением вам удастся не всегда. Поэтому лучше все выносить щенка во двор, усаживать на пеленку, газету или ящик сразу после пробуждения или окончания игры, либо через 10-15 минут после еды. При этом обязательно дождитесь оправки, не торопя и не мешая псу. Сообразительные щенки довольно быстро начинают сами проситься на улицу или на балкон, и к 3-4 месяцам практически перестают оправляться в квартире. Место, куда щенок случайно сходил в туалет после уборки, обработайте дезинфицирующим средством с сильным запахом. Будьте готовы, что в более позднем возрасте случайные оправки могут периодически повторяться, и это абсолютно естественно. Щенок, как и маленький ребенок, приученный ходить на горшок, иногда допускает промашки, увлекся игрой, не успел добежать и так далее. Окончательно привычка чистоплотности формируется только с возрастом. Конечно, если у щенка нет проблем со здоровьем, когда он не может привыкнуть к чистоплотности в более позднем возрасте, приблизительно старше полугода. При условии правильного приучения к туалету ищите проблему в психике или физиологии своего питомца и обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Если у вас есть возможность выходить со щенком на улицу каждые полтора-два часа, это прекрасно. Пес растет, и поэтому обмен веществ в его организме достаточно быстрый, в результате чего мочевой пузырь и прямая кишка наполняются за короткое время. Если вы живете не на первом этаже, часто совершать прогулки довольно проблематично, но все же нужно стараться делать это. На улице дайте щенку возможность спокойно походить или побегать, все понюхать и посмотреть перед тем, как оправиться. Ему нужно исследовать подходящее место и сосредоточиться. Некоторые начинающие собаководы совершают ошибку, уводя щенка домой сразу после совершения им всех необходимых действий. В следующий раз он обязательно будет стараться терпеть до конца, чтобы продлить прогулку, а все остальное обязательно оставит на потом, то есть делает дома. Приучить щенка к чистоплотности можно также с помощью клетки. Этот способ отлично зарекомендовал себя на практике и дает прекрасные результаты. В клетке щенок находится в ограниченном пространстве и быстрее учится контролировать состояние своих мышц, так как в ней активно двигаться он не в состоянии. Отсутствие активного движения способствует некоторой задержке позывов к туалету. В клетке при отсутствии лотка пачка щенок наверняка не будет, так как она ассоциируется с логовом, в котором нужно вести себя прилично. Конечно, если вы оставляете пса в клетке надолго, необходимо поставить в нее лоток, однако старайтесь делать это как можно реже. Пусть щенок находится там только во время сна, отдыха или ваших неотложных дел. Главное неукоснительно соблюдать одно простое, но важное правило. Предоставьте щенку возможность сходить в туалет сразу же после того, как он покинул клетку. В настоящее время по указаниям ветеринарных врачей щенки обязаны выдерживать домашний карантин на время вакцинации. Как правило, это происходит в самый благоприятный возрастной период для начального воспитания, социализации и обучения щенка, то есть до достижения и приблизительно трехмесячного возраста. Что же предпринять для приучения щенка к чистоплотности? В качестве выхода из сложившейся ситуации рекомендуем поставить на балконе ящик с землей или дерном, в котором вы должны помещать щенка каждый раз, когда он захочет в туалет. Этот вариант имеет несколько плюсов для вас и вашей собаки. Не надо бежать на улице в квартире практически полная чистота. Щенок привыкнет ходить в туалет на естественной поверхности и одновременно знакомится с уличными шумами и звуками. Не забывайте регулярно менять наполнение ящика. Использованную землю закопывайте на большую глубину 5-10 см недалеко от дома. На это место после окончания карантина приводите щенка в начале каждой прогулки. Здесь будет легче дождаться от щенка первой уличной оправки. Это место со знакомым для него запахом. После того, как щенок сходил в туалет в неположенном месте, не нервничайте. Спокойно дождитесь момента, когда он отлечется или уйдет в другую комнату. Самое главное условие, чтобы он вас не видел. Возьмите кусок туалетной бумаги, обычной, не арматизированной. Тщательно промокните продукцию, после чего положите бумагу в пакет и отправьтесь на улицу без щенка. На улице аккуратно спрячьте бумагу в окромном и спокойном месте, желательно недалеко от подъезда. Прятать нужно так, чтобы бумагу не было видно. Желательно закопать ее на глубину 5-10 см. Вернитесь домой и через 10-15 минут отправляйтесь со щенком на прогулку. После выхода из подъезда, без принуждений, двигайтесь со щенком к месту, где закопана земля из лотка. Только не напрямую, а зигзагами, вправо-влево. Поощряйте принюхивание щенка «Хорошо» или «Молодец». Особенно тогда, когда он обнаружит место, где вы недавно чистили лоток. Если именно в этом месте щенок отправится, вас можно поздравить. Отметим, что повторять подобные действия нужно неоднократно, пока щенок не приучится к уличному туалету. В ситуации, когда щенок достаточно долго гулял и за это время ни разу не сходил в туалет, а дома наконец-то оправился, достаточно чисты. Самая распространенная ошибка владельцев – наказание. Не считайте питомца вредным или глупым. Он еще маленький и воспринимает прогулку как одно из самых приятных событий. Вокруг так много интересных вещей, с которыми нужно познакомиться, обнюхать, потрогать и попробовать на зуб. Да туалет или тут. Не переживайте, по мере роста и развития при правильном воспитании щенок обязательно усвоит правильный. Обычно начинающий владелец повторяет одну и ту же ошибочную систему действий в случае обнаружения на полу лужица. Он хватает щенка, тащит его к луже, тыкает на нее носом и шлепает по боку. У щенка в этом случае неизбежно возникает четко негативная ассоциация, связанная с обнаружением хозяином следов преступления. Щенок начинает пугаться этого момента, а не того, что он сделал. Не тежьте себя мыслью, что щенок, дрожащий от страха, все понял, осознал. Он просто вас боится. В общем, ребята, я надеюсь, вам это видео было полезным, у кого сейчас появился щенок или появится. И с вами была я, Руслана. Подписывайся на канал, ставь лайк и всем пока-пока-пока-пока.